Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Ну, утро относительно, час дня. Час дня у нас в Калифорнии, вторник, 19 января, соответственно, в Вашингтоне. А там у нас заседает Конгресс, прямо вот сейчас в Вашингтоне уже 4 часа. И сегодня Сенат собрался после некоторых таких каникул. И вот они первым делом начинают рассматривать, утверждать людей на всякие посты в администрации Байдена, потому что там ответственные посты требуют утверждения в Сенате. И надо сказать, что не всегда бывает, что проходит. Тем более сейчас вообще в Сенате, вот на сегодня, там некоторое большинство у республиканцев, плюс еще вчера сложила свои полномочия, да, то есть как бы в отставку вышла из Сената Камала Харрис, Харрис, поскольку она будет теперь вице-президентом. То есть так что, в общем и в целом, могли бы и не проголосовать. Но с другой стороны, там особо спорных каких-то кандидатур, ну, пока вроде бы и не было. Но это дело не в том, что там, скажем, вот прямо отказать, а в том, чтобы там, скажем, шорох удать, там погонять, поспрашивать, так что мало не показалось, в общем, таким образом. Там есть кандидатуры более стремные, но через пару дней подойдут два нововыбранных сенатора из штата Джорджия. Соответственно, Митч МакКоннелл, он теперь будет не председателем республиканского большинства, а председателем республиканского меньшинства. А большинство сенатское будет, значит, у демократов, и будет председательствовать лидер демократов в Сенате, господин Шумер. И, соответственно, процесс пойдет уж совсем гладко. То есть некоторые кандидатуры Байден не выдвигал до тех пор, пока не определилось, кто победил в штате Джорджия. Потому что было понятно, что вот если вот этого, то не пройдет. Ну, когда нет своего большинства. Поэтому некоторые должности, вот он дожидался. В частности, на должность генерального прокурора, вот этот господин Гарланд, который, тот самый Гарланд, которого Байден, не Байден, я извиняюсь, Обама выдвинул на пост суди Верховного Суда, а МакКоннелл, вот тот самый, не стал даже и обсуждать. Вот как бы вот, если бы не было демократического большинства, то нашли бы кого-то другого. Но поскольку большинство есть, вот, то тогда вот Байден его и выдвинул. Там, понимая, что без большинства республиканцы, видимо, как-то не очень комфортно бы себя чувствовали, чтобы вот этот человек был генеральным прокурором. Хотя вот мы понимаем, что он добрый, друзья, и только все по закону, все по закону. Вот как сенаторы вот по закону, так и он. Наверное, они все очень любят и уважают закон. Хочется надеяться. Хотя не всегда, знаете, не всегда вот как-то такое чувство, что именно это и происходит. Ну, не суть. Так что вот сегодня они уже начали работать, и у них там уже 4 часа дня, а в 12 часов дня, в полдень завтра, уже у нас будет к присяге приведен новый президент. То есть остается, там, что там, 20 часов. Вот через 20 часов у нас будет новый президент. И в условиях ковида, с одной стороны, и такой повышенной, что ли, опасности, там, каких-то столкновений, с другой стороны, значит, в этих условиях церемония будет другой. Не такой, как обычно, потому что когда собирается там полно народу, там толпы большие, вот, уже не важно, там, с масками, не с масками, вот, толпы большой не будет. Военный парад пойдет, по, так сказать, пойдет на экраны, да, то есть без того, чтобы люди там на него глазели, или, как у нас говорят, зырили, да, вот, без этого, зыринга не будет. Что еще? Ну, как бы такая, немногочисленная процедура будет, там, немного людей будет присутствовать. Какие-то элементы, традиции вообще выпали. Например, вот, там, то, что связано с душевным отношением между бывшим президентом и нынешним, это, как бы, традиция такая. Вот эта традиция, она тоже, значит, нарушается, Трампа на процедуре не будет. Я, честно говоря, не видел, чтобы упоминали Пенса, потому что Пенс говорил, что если его позовут, то он придет, то есть, как бы, он, он в традиции. Вот, ну, я думаю, наверное, позовут, чего его не позвать. Ну, вот, как бы ему по должности положено. Дальше, там есть такой морской, военно-морской оркестр, который существует уже 200 лет. Еще президент Джефферсон его 200 лет назад, значит, учредил. И этот морской оркестр, он играет музычку. У них большой, такой, репертуар, вот на этой самой процедуре. И сейчас он будет играть, значит, под этот оркестр будет выступать Леди Гага. Байден любит Леди Гагу. Они, по-моему, даже корешкуются, как-то я там точно их отношения не выяснял, но какие-то они там дружбаны. Короче, вот Леди Гага будет петь с военным оркестром. Это как вот, у нас были, да, там же в отечестве, там, с военными выступали. Там эстрадные певцы какие-то. Вот и здесь тоже такой бой. Вместо толпищи там поставят 200 тысяч, уже стоят, 200 тысяч флагов. 200 тысяч. Это флаги Соединенных Штатов, флаги различных, ну, 50 штатов и не только штатов, но и территорий, которые входят в Соединенные Штаты, не у всех, не все являются штатами, но тем не менее, ну, Пуэрто-Рико, скажем, не является штатом, но тем не менее. И, собственно, округ Колумбия тоже не является штатом, это вот такой федеральный округ. Тем не менее, там будет много-много флагов, и это все будет подсвечено. Ну, оно, собственно, вечером уже подсвечено. Во время инаугурации там, что там потом произойдет, там подсвечивать естественным образом получится, потому что солнышко, в всяком случае, день-то точно, да. Может, у них не такое там солнышко, как у нас тут в Калифорнии, но темно не будет. Что еще? Президент действующий покидает Белый дом где-то там в районе 10.30 утра, по таможнему. Где-то в 10.30, и некоторые говорят там, а как же вот, успеют там прибраться и вообще все такое. Они прибираются сегодня с 4 утра. Там команда большая, там под 100 человек. Они там убираются, протирают, там все такое. И Байден должен прибыть в свою резиденцию, то есть в Белый дом, уже где-нибудь в 2.30. В 2.30. То есть от момента самой инаугурации до момента прибытия. В общем, время какое-то есть. А от момента убытия одного президента до прибытия другого, значит, у нас есть 4 часа. Ну, не у нас с вами, друзья, но у тех, кто там прибирается и зарплату за это получает, вот у них есть время. Ну, если вы так начнете читать прессу, то кроме печальных рекордов, например, там, скажем, среди печальных рекордов сегодня, вот последний день президентства Трампа сегодня достигнута, так сказать, взята планка 400 тысяч смертных случаев, связанных с COVID-19. Вот помимо таких, как бы, сюжетов, очень много всякого обсуждения разных традиций. США, хоть страна и не такая, скажем, древняя, как, я не знаю, там, Великобритания или там даже Россия, да. Но, тем не менее, традиции тут, мама родная, сколько тут традиций. Так что, успели, успели традиции. Некоторые говорят, что вот такой вот конфликтный такой трансфер власти, передача власти, такого никогда в истории вообще не было. Это не так. Так, было два очень серьезных конфликтных таких момента. Один, это когда президент Линкольн стал президентом. Была очень конфликтная ситуация. Вы знаете, это гражданская война была, ну там масса всего. То есть это было очень конфликтное, выборы были такие конфликтные. Там какие-то штаты отделялись и, в общем, там на всю голову была проблема. Следующие выборы очень конфликтные, оспариваемые. И вот, как бы, такие болезненные были в 1876 году. И там так получилось, что в нескольких штатах результаты оспаривались. Вот в частности, Орегон, как вот, прям как сейчас. И когда вот все это дело уже, значит, устаканилось, оказалось, что победившая партия, а это была республиканская партия, партия Линкольна, которого уже в живых не было, на вот это партия, оказалось, что у них перевес в один голос среди выборщиков. Вот если у Байдена сейчас выборщиков там 70 с лишним, да, перевес, то тогда было 74. Тогда вот было один. И довольно такая болезненная была ситуация. И им удалось, республиканцам, демократам, им удалось сесть, поговорить, обсудить, договориться, договориться, как быть в такой ситуации. И, в общем, они как-то вот разрулили эту ситуацию. После чего возник закон о проведении выборов, который до сих пор действует. И вот нынешние выборы проходят в соответствии с законом, который тогда, в контексте того, что произошло, значит, был такой закон принят. Так что нынешние выборы, где там одни говорят одно, другие другое, это не первый случай. Не первый случай, хотя, конечно, такого давно не было. Ну, ничего страшного, система выстояла. Да, то есть, как бы, несмотря на то, что мнения разошлись. А мнения вообще всегда расходятся. Самые, если вы посмотрите на там все выборы, которые были президентские в истории, даже самые вот уже никакой там президент свои процентов 40 собирал. То есть, больше 60 ни один победитель толком и не набирал. Вот даже вот президент Гувер со своей депрессией, ну, не то, что она его личная, ну, сами понимаете, так и тот процентов 40 собрал. Поэтому, как бы, Америка привыкла жить в таком раздрае некотором. Его, может быть, не так заметно на выборщиков. Потому что выборщиков, скажем, если выборы были там 60 на 40, то выборщики может быть там 90 на 10. Понимаете, так расклад такой получается. То есть, по выборщикам это может быть громадный-громадный разрыв, хотя вот так чисто по населению. Ну вот, достаточно обычное дело. Система выдержала. То есть, я бы сказал, что спасла систему независимая судебная власть. Когда вот они так, да, на 64 судебных иска, 64 иска, 63 были отклонены. Собственно, они из этих 63, там, наверное, десятка два сами отозвали. Это отдельная история, но... То есть, судебная власть оказалась на месте. И, кроме того, при всех обвинениях, которые там есть у сторон, о том, как они проводят эти выборы, надо сказать, что именно подсчет голосов абсолютно безупречен. Подсчет. Поэтому даже вот, скажем, в Джорджии, которую демократы постоянно критиковали Джорджию за махинации, там, связанные с, скажем так, недопущением каких-то там категорий людей до выборов, ну, в частности, афроамериканцев. Вот, даже Джорджия с республиканским губернатором и республиканским госсекретарем, который отвечает за проведение выборов, вот, тем не менее, они, так сказать, отработали четко и, собственно, ни крикуны, ни горлопаны, ни размахивающие там флагами или там пулеметами, они не смогли определить исход выборов. Его определили конституционным путем. И это неплохо. То есть система достаточно прочная, она выдержала. Некоторые говорят, вот там кризис, там катастрофа, система выдержала. И, надо сказать, что довольно легко выдержала, она без особых стрессов выдержала. А вот весь этот популизм там, эту большую ложь и так далее. Сегодня, надо сказать, что открывая заседание Сената, Митч МакКоннелл, уж такой, казалось бы, там любитель Трампа, ну, может быть, он не искренне его любил, но, во всяком случае, поддерживал. Он очень четко сказал, что, вот, я возвращаюсь к большой лжи, он сказал, что Трамп и его, там, окружение ответственны за то, что произошло 6 января, и что они ложью, ложью, постоянной систематической ложью по поводу того, что у них якобы украли выборы и так далее, и так далее, они к этому привели, ко всему. Поэтому вот так, значит, на что я об этом подумал, что, может быть, это сигнал, как бы, сенаторам в отношении будущих, будущих дел, связанных с импичментом, не знаю, не знаю. Но, во всяком случае, вот такая интересная линия в начале заседания, в общем, очень интересно. Все, друзья, по этой теме у нас солнышко светит, хотя говорят, что к концу недели морозы будут, ну, наши, калифорнийские морозы, не так, что может морозы, дожди обещают целую неделю, наверное, грибы, хотя уже поздно, да, грибы уже, что, уже конец января. Может быть, не, может быть, не, может быть, ничего, там, маховички, маслятки, нормально, если дожди будут, когда тепло и дожди, нормально. Белые, конечно, уже сезон прошел. Так что, друзья, жизнь продолжается, природа никак не реагирует. Хотя грибов в этом году было мало, друзья. Многие жалуются, что грибов было мало. То есть, может быть, и там вот тоже как-то чувствуется какая-то энергетика такая. Счастливо!